Врач-анестезиолог, реаниматолог из Франции Айк Вартанян. Доктор Вартанян в прошлом году вместе со своими французскими коллегами приезжал в Армению для лечения больных коронавирусом. Беседует с ним журналист Тигран Ванесян. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Доктор, Вы приезжали в Армению с группой французских врачей для оказания консультации и помощи в борьбе против коронавируса. Вы отслеживаете ситуацию с коронавирусом в Армении? Как бы Вы сейчас ее оценили? Да, это так. Ровно год назад мы группой французскими врачами, ловили профессором Лораном Папазианом из Марселя, побивали в Ириване. Группа была разделена в двух больницах. Я часто с другом Лораном Папазианом, в Ириколю Савури, остались там. И после этого у нас контакты остаются, программы остаются, взаимные помощи, взаимные коллаборации, так говорится. Ну, правда, потом мы немножко разделились, но контакт остается и со всеми другими больницами, в частности, мои знакомые врачи, однокурсники, которые работают в разных больницах. Так что у меня полная информация о состоянии, в частности, COVID-19 и состоянии в Армении. Плюс с этим я недавно был, в мае месяце был в Армении, был в Институте Микельян, а также в Гюмри. Так что общался со многими коллегами. То есть ситуация с COVID-19 у меня достаточно большой информации. Сейчас, как я понял, очень спокойно, достаточно спокойно сравнивая еще пару месяцев назад. Но это относительное затишье, надо быть очень осторожным. И, по-моему, надо использовать это затишье, как во Франции сейчас, чтобы ускорить темпы вакцинации. Пока, то, что мы говорим, пока спокойно, это еще ничего не значит. Для меня это тревога сейчас, которая в России, в частности, с штаммами Дельта, индийскими штаммами. И, учитывая, что есть индийские студенты в Армении, надо ожидать возможного распространения новой войны в Армении. И распространение этой инфекции через Россию, возможно, через студентов. Так что надо быть очень осторожным. К сожалению, я знаю, что в Армении очень плохо следят за ограниченными мерами, индивидуальной защитой. Но не потому, что сейчас спокойно, надо расслабиться. Надо быть, еще раз говорю, очень внимательным и использовать этот период для массивной вакцинации, для возможной к сентябрю иметь так называемую коллективную иммунитет. Доктор, сейчас остро стоит вопрос о вакцинации. Многие делают выбор между разными вакцинами. Какая вакцина, на ваш взгляд, имеет наиболее благоприятный профиль безопасности и эффективности на данный момент? Получительно, все вакцины, которые сейчас существуют в мире, это зависит от стран, которые зарегистрировали себя в стране. Если рекомендации дают общие, поскольку они доказали свою эффективность, и печатали в известных журналах и так далее, допустим, при этом всем, в Франции зарегистрировали несколько вакцины, все существующие, в частности, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson. Но при этом мы знаем, что ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, и срочно по понятиям рекомендовали и китайский, и спутник. Так что это зависит от той страны, что имеется, так скажем, честно скажу. Потому что я вакцинировался в самом начале января Pfizer, тогда был только Pfizer во Франции. Было бы AstraZeneca, тогда он появился через месяц, но мог бы и AstraZeneca. Я знаю, что в Армении еще месяц назад, когда я своих родственников убедил, что они пошли вакцинироваться, было выбор между спутником и AstraZeneca. И они все-таки выбрали AstraZeneca, учитывая его, так скажем, стратегические назначения, поскольку AstraZeneca признается в Европе, в мире, чтобы иметь паспорт в вакцинации, а спутник пока еще не все страны воспринимают. Но вакцины, которые есть, этими надо вакцинироваться. Между прочим, я должен добавить, как пример, если мои родственники были вакцинированы в AstraZeneca в Армении, а вот в Украине, они были, мои родственники, в Украине были вакцинированы китайской вакциной, вакциной вакциной. И когда опять этот вопрос, что, как и так далее, я говорю, любой вакцина, в любом случае, то, что имеется, это надо вакцинироваться. И они практически все, которые в мире существуют, в рынке существуют, они уже доказали определенную эффективность и были за регуляторами, были разрешены. Вопрос в том, что один эффективность 95%, другой говорит 90%, или пусть будет 70% эффективности. Но это означает, что мы снижаем 70% или 95% риска заболевания COVID. И это очень важно, чтобы люди должны понять. И в этом очень многое зависит от правительства, что они делали правильное аргументирование, объяснение народу по разным вакцинам. Сначала бенефис, преимущество, а потом и одновременно каждый по вакцине объяснил, что такое риск в этом случае. Определенный риск, я знаю, что был очень большой шум вокруг Астразенеков. И мои родственники тоже в Армении об этом спрашивали. Это подчеркиваю, потому что, несмотря на это, они пошли, были вакцинированы Астразенеку. Потому что я объяснил, в чем риск. То, что описывали и так далее. Люди берут 30 смертей, 18 смертей после тромбоза. Но я говорю, а вы знаете, сколько смерти после COVID. И посчитали это с процентным отношением. Если во Франции, статистика Франции я знаю точно, было полтора миллиона вакцинированных Астразенек, и из них было 18 случаев тромбоза. И из 18 случаев было 80 человек. А одновременно из 4 миллиона заболевшихся коронавирусом умерли 110 тысяч человек. 110 тысяч. И сравниваю сейчас 8 человек из 1 миллиона и стоит 10 тысяч из 4 миллионов. Ну, здесь уже, как говорится, нечего сравнивать. Так что, людям надо просто объяснить. Да, есть определенный риск, но это еще не значит, что это исключает. Я это сравниваю, допустим, если бы вы позвольте. Рамени безопасности машины. Мы знаем, что рамени безопасности снижают риск смерти при аварии. Но это не значит, что мы не можем умереть в 100%. Нет такой гарантии. А потом, если будет машина Жигули у вас или там заграничная большая машина, риск умереть, конечно, может быть меньше, чем другое. Но все равно это вам защитит определенный процент, сохранит вашу жизнь. Вот в чем разница. А сейчас я знаю, что в Армении есть, кроме Астрозенека, спутники китайские появились. Они себе доказали. Правда, они каждый по-своему разные технологии. Но это спутники похожи на Астрозенека. Но все равно они приносят определенную пользу и определенную защиту при тяжелой форме коронавируса. Так что я за вакцинацию. Всем надо объяснить, идти как можно быстрее создать общественный, так скажем, коллективный иммунитет. Вот сейчас многие отказываются от вакцинации. Так же, как опасаются побочных явлений, как краткосрочных, так и отдаленных. Что бы вы могли посоветовать по этому поводу, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией? Знаете, когда говорят, краткосрочные осложнения, я уже сказал, они такие маленькие, люди просто берут один, два, три, четыре, а потом слух идут. Я сказал, сравнение французской статистики, английские, британские статистики, они все общедоступны. Если народ у нас, скажем, и в России, они теряли, скажем, веру политикам, но в таких странах они не могут обмануться. Так все доступно и все можно проверять. Еще раз говорю, берите риски, бенефис, они существуют, и это никто не скрывает. Но, говорить уже о дальнейшем побочной эффекте долгое время, об этом никто ничего не знает. Это все слухи. Это абсолютно слухи. Для этого надо время, чтобы наблюдать. Это понятно даже простому, я не знаю, человеку. Сразу мы не можем сказать, что сегодня я вакцинируюся, через, я не знаю, 20 лет у него будет расти хвост, я не знаю, что там где-то третья рука будет расти. Это глупо. Никто об этом не знает. Есть определенный статус этого вакцина, который были соблюдены все этапы, первый, второй, третий этап исследований, хотя третий этап еще продолжается, третья фаза исследований, это и есть наблюдение на определенное время. Если мы знаем четко сейчас, какие осложнения будут, по времени надо время, чтобы наблюдать. То же самое, допустим, эффект защитности. Если какие-то там, какие-то старые академики говорят, что этого вакцины два года гарантия. Никто об этом не знает. Это глупо. Чтобы определить это, надо время дойти до двух, скажем, времени с того момента, когда начали массовую вакцинацию, а потом делать исследования популяции, посмотреть, в какой части этой популяции и в какой степени они защищены. Но сейчас, как я говорю, когда дом горит, надо быстро заниматься этим. Не посмотреть, что потом будем тушить огонь, у нас подвар зальет водой, там надо придется ремонтировать, или что надо поменять потом. Это вопрос не в этом. Наука сейчас очень быстро развивается. И поэтому, если люди дошли до этого, по-моему, потом можем поговорить об этом, это есть определенная база к этому. На сейчас и в короткое время. А что будет дальше, это надо время, чтобы наблюдать и сделать какие-то определенные научные виды. А каким категориям граждан необходимо серьезно задуматься о вакцинации, учитывая соотношение пользы и риска? Мы можем сказать, какой-то группе людей надо быть очень осторожными. Это люди, которые заболевают тяжелой формой. Все хронические заболевания, вы сами знаете, особенно везде, везде писали, люди с лишним весом, диабетом, хроническими почечными недостаточными, сердечными недостаточными. И, конечно, еще кое-какие болезни. Но для вакцинации нет вопроса. Вакцинация не на индивидуальной защите. Вакцинация с целью, чтобы создать общую коллективную защиту. Только так можно остановить эпидемию. А если я буду, да, все, я сделал, и все хорошо, нет, у вас будет риск снизиться заболевать, но при этом вы останетесь еще возможным перенести хотя бы 12 раз меньше, перевести вирус на другого человека, или там возможность заболевать и так далее. Эти люди должны быть очень осторожны хроническими заболеваниями, чтобы не захватить вирус. Но это один человек или там группа хронических болезней, они не решают вопрос эпидемии. Эпидемию надо, чтобы все мы, все вместе вакцинировались, чтобы создать общую защиту и остановить эпидемию. А при этом отдельные группы, конечно, их риск больше. Конечно, они могут при заболевании развивать тяжелые формы и даже умереть. Но при этом вокруг этих людей им тоже надо вакцинироваться, чтобы их защищать. Я еще раз повторяю, ни один вакцин, в мире нету нигде стопроцентной гарантии, стопроцентной эффективности. Если говорить о 5% даже, даже этот человек, который вакцинировался, у него это 5% возможности заболеть. То есть этим мы должны думать так, чтобы все общие вместе, общество, так скажем, народ должен думать о себе, о своей семье, о своей соседе, родственниках, в своем деревне и городе все вместе должны защищать. Когда горит, еще раз говорю, дом горит, все собираемся, тушим их, не оставляем один человек в этом горе. И когда горит это все дом, еще раз повторяю, это очень важно, не время судить какие-то элементы. Сейчас пора все вместе думать, как остановить эту эпидемию. И это еще раз, еще раз повторяю, это не отдельные личности это могут делать, это все, мы все вместе. Доктор, беседе с вами я понял, что коронавирус не очень хорошо исследованная болезнь пока еще. Насколько продвинулась, на ваш взгляд, медицина в вопросе лечения коронавирусной инфекции? Или еще остается множество неясных моментов, связанных с терапией таких больных? В прошлом году, в самом начале января-февреля уже лично-научный мир был разделен в двух частях. Основное большинство занимались в поисках лечения коронавируса и группа начали работать над вакцинацией, возможно найти вакцин. В этом участвовали миллионы, миллионы людей. Миллиарды, миллиарды долларов были рассрачены, потому что все были осознаны степень опасности этой эпидемии. И с тех пор поскольку трудно развивать новые молекулы для терапии, это невозможно за короткое время. И люди пошли на уже существующие разные лекарства, использовали это возможно теоретически чтобы использовали как лечение ковида. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни один из этих тысячи разных молекулей, которые пробовали, были испытания, исследования, ни один не доказал свою эффективность. На сегодняшний день ни один специфический лечения коронавируса не существует. Что касается, то есть, мы даже можем сказать, то, что мы говорили год назад, еще мы использовали, в начале. А потом они доказали, что никакой преимущества нет, никакой пользы, а потом еще начали писать о возможных осложнении от этих лекарств. Поэтому мы сейчас точно знаем, что это не надо использовать. Сейчас я расскажу все по ходу лекарств, которые используются при лечении определенной категории людей, они относительно приносят пользу, но они не специфически лечены. Это касается кортикоидов и антикоагулянтов, которые используются очень широко в больничных условиях. Еще раз повторяю, лечение только определенной категории людей кислородозависимых и больничных условий. Ну, конечно, как я уже сказал, слово кислородозависимых, то есть первая часть это кислород, а потом будут вспомогательные кортикоиды и антикоагулянты. И определенное время, через определенные условия и течения они могут добавлять антибиотики, но это будет потом, не прямо. В последнее время, очень часто я думаю, в Армении об этом говорили, исследования канадских специалистов насчет корсицина, которые достаточно используются в Армении еще давно при ереванской больнице болезни, это известные лекарства. И недавно, совсем недавно, два месяца назад, вышла еще статья на Британское исследование касающее пульмикорта. Но дело в том, что оба исследования, которые очень быстро завели, потому что исследования были достаточно маленькие группы людей, достаточно не следили правила медицинских исследований и их данные не соответствуют того ожидания, которое можно распространять как лечение. Хотя и многие там уже начали пульмикортом лечить и так далее, я еще раз повторяю, это не доказано, чтобы использовать как лечение. Но если люди имеют врачи, надо внимательно читать эту статью и сделать правильные выведет. По крайней мере во Франции эти молекулы не используют. Остаемся, к сожалению, в ожидании новых специфических лечений конкретно остается единственный вариант, пока на сегодня остается эта вакцинация, чтобы видеть из этого кошмара. Доктор, можно ли говорить о том, что вирус мутируя, с большей долей вероятности становится менее опасной и болезнь может протекать в дальнейшем легче или все наоборот. Исторически мы знаем, что были вирусы, которые с мутацией пошли вниз, так скажем, в своей вурилиансности, в своей опасности. Но пока у нас COVID развивается в другой степени. Сначала английский вариант распространяется в Европе сейчас Дельта, они сейчас Арпадельта в греческом букве называют Дельта индийский вариант, который относительно становится еще хуже, не снижает, а хуже. Хотя вируси говорят, что это возможно. В определенной этапе он остановится как будто исчерпит своих возможностей, и когда у нас будет определенный коллективный иммунитет, они уже больше не могут ничего сделать, они становятся, скажем, относительно легкие формы как ОРВ болезни. Но это теоретические расчеты, и мы не знаем это когда будет, будет через 6 месяцев, через год или 2 года. Поэтому оба варианта до сих пор практика показывает, что штамма развивается более тяжелой формы, и ожидать в ближайшее время все пройдет, я посижу дома и все пройдет, это неверно, это такое еще, мне кажется, никто не знает точно. Насколько отличается терапия COVID-19 сейчас по сравнению с состоянием год назад? Есть ли какие-либо принципиальные отличия в терапии? К примеру, препараты, которые считались эффективными год назад, сейчас считаются опасными? Основное принципиальное отличие это кислородотерапия, когда мы в самом начале марта в нашей больнице были, скажем, такой волна прямо в лицо ударила невозможно. За неделю места реанимации мы умножили четыре раза. Это было кошмарно, везде были коридоры больных, больница все остановила все свои функции и занимались только COVID-19. для нас это для меня как для всех врачей это было новость, не знаем как лечить, не знаем как реагировать, это все было симптоматически и поисках лечения информации было достаточно мало из Китая и начали из Италии, потом постепенно начали разговаривать всякие лечения, в частности может быть вы слышали французского профессора известную историю хидроксикролокина лакменилям, который сделал много шумов, но к моему великому радосту это достаточно быстро остановили. Я знаю, что когда в прошлом году мы были в Ереване, в Армении еще продолжали лечение этим молекулам, но это показали, что потом исследовали, что это неэффективно и даже могут быть серьезные осложнения, поэтому полностью так скажем из знаменитых лекарств этот который полностью заберет. Потом появились данные так, что я сказал криго-кортикоидом, в частности дексаметазон, что касается его эффективности, которая снижает не лечит, а снижает смертность на 33%. Это уже для нас было какой-то надежды. И вошел сразу в протокол лечения. В том числе и другое было, я так сказал, мы достаточно быстро поняли возможные тромбозы и лечение антикоагулянтами, и все. Тогда только мы очень часто быстро интубировали людей, а сейчас уже это становится крайней мере в протоколе лечения. У нас более возможностей скоростной лечения кислородам, оптифлю называется, сипав масками и так далее, и так далее. В частности, мы отсюда в начале года помогали наших коллегам сипав масками и так далее, которые позволят избежать интубацию поставить две больных на подъявленном. Это я считаю, мы посчитали в наших больницах, в нашей реанимации приблизительно мы снизили часть интубации в подходящем сравнении в прошлом году, приблизительно 40-45% мы снизили интубацию, но хотя тогда, еще раз говорю, просто у нас не было опыта, мы были, так много было народа, у нас не было времени и материалей не было, и средств не было, чтобы заниматься конкретно и определенным протоколом, все время мы искали, так что мы сейчас точно знаем, что нельзя делать, в отличие прошлого года, мы точно знаем, что это не надо сделать, а то, что есть, существует, этим мы продолжаем в поисках, в ожиданиях новых исследований, новые возможные молекулы, которые могут принести помогать и лечению, и профилактику, на сегодняшний день ничего нет, если даже, если хотите, для шутки, в нашей больнице участвовали в исследовании, которое касается никотина, представляете, на какой, потому что в прошлом году отмечали, что среди тяжелых заболевших в больнице, попадающих в раниматии, у них, среди них очень редко попадают люди курящие. Большое спасибо вам за беседу, доктор. Остается пожелать всем здоровья, чтобы коронавирусная болезнь обошла бы стороной многих. И надеемся на ваш новый приезд в Армению. Спасибо вам. Я вам скажу, надеяться, что он уйдет, он, коронавирус не уйдет. Это точно, это мы знаем, но мы можем надеяться, что народ сознательно пойдет как можно быстрее вакцинироваться, чтобы сознательно мы остановили эти темы развития, и чтобы эти можно. А чтобы подождем, что он уйдет, это точно знаем, что он уйдет. А если наполовину чуть-чуть сделать, как в больших странах, определенных странах, чуть-чуть туда-сюда, он вернется еще в новом месте. Он будет адаптироваться и вернется еще раз, еще раз. Так что еще раз вызываю моих соотечественников, моих коллег, все, которые сомневаются. Поверьте, это единственный выход на сегодняшний день вить из этого туннеля. Спасибо за приглашение, всем здоровья, я буду в Армении в сентябре месяце, я буду, конечно, пройти и побегать моих коллег в разных подницах, и посмотрим к этому времени, что будет новое. Спасибо большое, до свидания. До свидания, будем рады вас видеть в Армении. Всего хорошего. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова